Несмотря на то, что в проведении антикоррупционного митинга жителям Владивостока, как и многих других городов страны, отказали, люди все равно собираются здесь, у памятника Ленину на привокзальной площади. Выйти жителей страны 26 марта на улице с требованием остановить коррупцию во власти призвал оппозиционер Алексей Навальный после выхода его фильма о якобы связанных с Дмитрием Медведевым объектах недвижимости и имущества, среди которых виноградники в итальянской Тоскане и яхты, которыми российский премьер, по мнению автора, владеет через офшоры. Место проведения пикета во Владивостоке в Департаменте внутренней политики не согласовали по причине того, что на привокзальной площади в этот же день, в это же время должен состояться другой митинг в честь государственного праздника Дня образования войск Нацгвардии Российской Федерации. К слову, заявки на проведение митинга против коррупции во власти организатор пикета у нас в городе депутат Думы Владивостока Юрий Кучин подавал сразу на несколько возможных мест, в числе которых был также Жариковский сквер и сквер около театра имени Горького. В соответствии с законом 54 ФЗ администрация обязана дать ответ заявителю в течение трех рабочих дней. Если ответа не поступило, то митинг считается согласованным. Я подал заявление в среду, поэтому последний срок для отказа был вчера. И у меня, и у второго организатора телефоны были на связи в течение рабочего дня, но нам не звонили. С 18 часов вчерашнего дня митинг считается официально согласованным, сообщил 21 марта информагентство ВЛРУ Юрий Кучин. Однако в ведомстве, по данным РИА Восток Медиа, уверяют, что Юрий Кучин от получения уведомления укрывался. Ему пытались вчера передать уведомление об отказе по факсу, но он отказывался его принимать. На связь он не выходил, по всей видимости, это какая-то уловка. Кучин просто пытается провести выгодный ему митинг, несмотря ни на что, сообщили в прислужбе администрации Приморья РИА Восток Медиа. 23 марта Юрий Кучин собрал активистов в театральном сквере у театра имени Горького, по словам самого депутата, без лозунгов и плакатов, чтобы обсудить организационные моменты предстоящего митинга. После чего 24 марта полицейские пытались задержать его за несанкционированный митинг. Депутат забаррикадировался в своем кабинете в здании городской думы. Ему грозил административный арест на несколько суток. Полицейские составили протокол, но позже Юрия Кучина отпустили. В 26 из почти 100 городов России встречи с единомышленниками организует сам Алексей Навальный. В своих обращениях в группах в социальных сетях он призывает митингующих вести себя мирно и в соответствии с законом. Организация пикетов сопровождалась неоднозначными ситуациями. Например, в Барнауле Алексея Навального облили зеленкой. Оппозиционер измазал ею все лицо и так и выступал, после чего для многих его единомышленников это стало неким трендом. Для них зеленый, теперь это цвет, символизирующий борьбу с коррупцией. Позор! 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 Отпусти! 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 Мы неравнодушны к нашему, к нашей молодежи, как она себя ведет, как она хочет жить. Я считаю, что в нашем государстве было бы, хватало бы средств для того, чтобы и учение, и медицина была в достойном порядке. Объясните, что происходит. То есть они говорят, что оскорбительное поведение. Выражение своего мнения, это что, оскорбительное поведение? Кого оскорбили? Мы требуем свое, пусть нас услышат. Потому что вот эта писанина и все обращения, они уходят в никуда, в отписки. Нас никто не слышит. У меня отправила полностью моя семья на этот митинг. У меня трое детей, три внука, муж. Я вот от них выступаю. И пришла против этой власти. Люди постепенно начинают расходиться, но, тем не менее, здесь их еще много все-таки. Вообще, можно говорить о том, что год столетия Российской революции уже можно называть богатым на различные митинги. Так, совсем недавно здесь же люди собирались по поводу Аэроглонас. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Александр Бортовщук. Новости на восьмом. Анна Бережная, Станислав Лазебный.